Осужденный Владимир Козлов стал человеком с независимым демократическими взглядами еще в Актау, когда работал журналистом, а затем возглавил телеканал. После рейдерского захвата телестанции и приезда в Алмату, он начал работу в демократическом движении Казахстана. Тогда молодой общественник был уверен, что реформы могут изменить не только казахстанцев, но и власть. Однако противостояние системы и нового движения только усилились. Владимир Иванович Козлов родился в 1960 году в Актюбинске. В 1962 году семья переехала на Мангышлак строить горы Шевченко, Актау. В разное время работал на урановом карьере Рудоуправления Прикаспийского горно-металлогического комбината, в службе ЧАЭС, в пресс-службе и на телевидении. С января 2001 года обеспечивал пиар-деятельность РОО «Демократический выбор Казахстана». В 2003 году был избран членом полицовета РОО ДВК. В 2004 году членом бюро полицовета НП ДВК. С 2005 года член президиума полицовета НП ДВК, член президиума полицовета РОО «Блок демократических сил за справедливый Казахстан». С 2007 года председатель координационного комитета НП ДВК женат, имеет трех сыновей и дочь. Суды, штрафы, провокации и аресты. Быть лидером оппозиционной партии, да к тому же нерегистрируемой в Казахстане, опасно. Осенью 2010 года всего лишь за намерение участвовать в президентских выборах Владимира Козлова забросали яйцами и бутылками с водой члены движения «Желтоксан». То, что сейчас происходило, это не только хулиганство, это и попытка разжечь межнациональную рознь, причем в самом таком низменном проявлении, а именно в проявлении такого бытового хулиганства. «Защита прав журналистов, принятие жесткого закона о национальной безопасности, ущемление свободы мирных собраний, а также провал Казахстана во время председательствования в ОБСЕ. Вот темы, которые поднимал Владимир Козлов. Особое внимание лидера и его партии тем, кого преследовали по политическим мотивам, от обека и Сергея Поважовкиса и Соколову. О том, что его слова оказались пророческими, Козлов мог только догадываться. «Сегодня они находятся в тюрьме с громадными сроками. И наша с вами задача сделать все, чтобы мы изменили эту власть раньше, чем закончатся их сроки тюремных заключений. Потому что эти люди герои, а не преступники». Ключевой момент, изменивший жизнь политика – события в Жанаузине. Во время забастовки с мая 2011 года он не раз приезжал в родной Актау. Выяснял проблемы нефтяников, добивался реакции властей и международной общественности. И когда произошла жанаузинская трагедия, он настаивал на открытом объективном расследовании декабрьского расстрела и не проводить в зоне ЧП формальные парламентские выборы. Критику, которую в свое время игнорировали власти, оппозиционеру припомнили. Выдержки из закладов в ОБСЕ в международных встречах о нефтяной забастовке легли в основу обвинения Владимира Козлова и сегодняшнего приговора. Людмила Экзархова, Алматы, Казахстан.